В эфире информационная программа события. Здравствуйте, в студии Айгур Зиганшина. Более 600 нарушений с начала года выявили прокуроры в ходе проверок управляющих компаний. Возбуждено 170 уголовных дел. Нарекания есть к работе практически всех организаций, но к маю на рынке коммунальных услуг останутся только те, кто пройдет лицензирование. Сугробы во дворах, сосульки на крышах и лед на пешеходных дорожках – только часть нареканий от жителей города за эту зиму. Некоторые управляющие компании не справляются со своими обязанностями. В ходе прокурорских проверок, ряд из которых прошел по обращению городских властей, с начала 2015 года выявлено более 600 нарушений. Оказалось, некоторые организации подавали в административные комиссии ложную информацию об уборке снега. Кроме того, чтобы убрать всю территорию, у многих компаний не хватает техники и дворников. На 100 домов, если есть один трактор, это очень хорошо в управляющей компании. Они не могут, у них нет ни единиц рабочей силы, ни единиц техники специальной, специализированной. Естественно, идя на этот рынок, предоставляя услуги этого качества, заявляя себя, они уже заведомо понимают, что они, в принципе, эти услуги не могут оказать. Недобросовестные управляющие компании прекратят свою деятельность уже этой весной. В апреле начнется лицензирование. Сначала компания должна получить квалификационный аттестат. Для этого придется пройти компьютерный тест. В нем 100 вопросов. Для успешной сдачи нужно верно выполнить 86% заданий. Решение о выдаче лицензии примет комиссия по лицензированию. С учетом оценки деятельности организации со стороны администрации, надзорных органов и самих жителей. Все лица, так или иначе, кого касается деятельность управляющей компании, должны высказать свою позицию. Эта позиция должна консолидированно собраться в комиссии по лицензированию. Комиссия лицензирования должна все это оценить и принять уже взвешенное решение. Мы, со своей стороны, не нацелены на то, чтобы превратить в процесс повальный. Нам бы, конечно, хотелось в этом процессе отсеять те черные кляксы, которые у нас в этой части присутствуют. Лицензию получат не все компании. Чтобы многоквартирные дома не остались без обслуживания, в Самаре создадут две муниципальные управляющие компании, которые примут на себя весь освободившийся жилой фонд. Для того, чтобы подхватить тот жилой фонд, который высвободится после ухода с рынка недобросовестных компаний, мы возлагаем обязанности по обслуживанию этого жилого фонда на два муниципальных предприятия. Соответствующие ресурсы. Первая часть была выделена решением городской думы неделю назад, 50 миллионов рублей, для того, чтобы можно было нанять персонал, закупить необходимую технику. Получить лицензии все управляющие компании должны до 1 мая 2015 года. Павел Баймаков, Лариса Шалафас, Станислав Левин. События. Сейчас управляющие компании сдают экзамены. Свои профессиональные знания подтвердили представители порядка 30 организаций. Это более 100 человек. Всего же в Самарской области свыше 20 тысяч многоквартирных домов. За комфорт и безопасность их жителей отвечают почти 250 компаний. После того, как представители организации получат квалификационный аттестат, то управляющим компаниям необходимо предоставить документы в госживоинспекцию, которая и примет решение о выдаче лицензии. По словам специалистов, разрешающий документ необходим для того, чтобы муниципалитеты, а главное, сами горожане, могли влиять на работу коммунальщиков. Управляющая компания подаст документы на лицензирование. Значит, после этого Государственная жилищная инспекция информирует органы местного самоправления. А орган местного самоправления обязан проинформировать жителей этих домов, которые обслуживает эта управляющая компания. И у людей есть 30 дней на принятие решения. Они могут просто провести собрание и отказаться от этой управляющей компании без объяснения причин. Вместе с лицензией управляющая компания получит реестр адресов, за которые они отвечают. Если за год из списка исключат 15% домов, расчет идет по площадям, компания лишится права управлять многоквартирными домами. С 1 мая текущего года на жилищном рынке останутся только компании, имеющие разрешающие документы. Работать без лицензии коммунальщикам не позволят. Весной дворовые территории нуждаются в особом контроле. Плюсовые температуры днем и минус ночью приводят к тому, что передвигаться теперь труднее. Колеи, накатанные колесами машин, становятся все глубже, а из-под тающего снега появляется много мусора. Следить за состоянием дворовых территорий – задача управляющей компании, которые не всегда ответственно подходят к своим обязанностям. По поручению главы администрации Самары, начиная со следующей недели, вплоть до 12 мая, за каждым сотрудником мэрии и районных администраций закрепляется подконтрольная территория. Обходы станут дополнительным источником информации о содержании улиц. Мы установим двухразовый еженедельный обход в веренной территории для того, чтобы получать информацию о качестве территории, которая будет закреплена. Наличие снега на газонах, наличие льда на тротуарах, наледи на крышах, мусора и прочего, прочего, прочего. Обходы сотрудники городской администрации районов будут проводить два раза в неделю, по вторникам и четвергам. Детали такого контроля обсудили на совещании с руководителями департаментов и подразделений мэрии. Чтобы не дублировать работу контролирующих органов, административных комиссий, сотрудники администрации будут в первую очередь проверять состояние дворовых территорий и объектов потребительского рынка. Со всеми патрульными чистоты проведут инструктаж, в котором подробно расскажут о правилах благоустройства и графике проведения работ. Во-первых, человек должен четко представлять себе принципы закрепления территории. Он должен знать, кто нарушает, что он увидит, кто за это отвечать может. Если это придорожные газоны или дороги, у нас муниципальные предприятия отвечают. Если это внутриквартальная территория, наледь около подъездов, это управляющие компании. Если это территория около объектов потребительского рынка, по правилам благоустройства это потреб рынок. Все эти вещи у нас есть в правилах благоустройства. Сотрудник, который инспектирует два раза в неделю, он инспектирует, записывает нарушителей, проводит собеседование с нарушителем, если такие есть, и данную информацию направляет непосредственно в администрации районов. Данный нарушитель остается на контроле. В областной столице введено и усиленное полицейское патрулирование. В четверг на Самарских улицах дежурили порядка 200 полицейских. По приказу нового начальника областного МВД Сергея Солодовникова, число пешек патрулей теперь будет увеличиваться по четвергам, пятницам и субботам, начиная с четырех часов вечера. Именно в это время обычно совершается большинство правонарушений. Совместно с сотрудниками патрульно-постовой службы к патрулированию будут привлекать и старший офицерский состав, состоящий из сотрудников уголовного розыска, экспертно-криминалистического центра, следователей, дознавателей и бойцов ОМОН. По графику получается где-то один, может быть, два раза в месяц сотрудник будет осуществлять функции сотрудника ППС. Сотрудник полиции, любой, он должен, находясь на улице, осуществлять охрану общественного порядка. Три человека погибли в результате ДТП в Самаре. Авария произошла около полуночи на улице Гагарина. По данным инспекторов ДПС, водитель ВАЗовской Гранты не заметил стоящий на дороге трактор, который чистил улицу. В столкновение сбежать не удалось. В результате данного наезда трое человек погибли, то есть водители и двое пассажиров. Один пассажир – мужчина на переднем правом сидении, одна пассажир – женщина на заднем сидении. В результате аварии кузов легковушки сильно деформировался. Чтобы достать тела погибших из искорежного автомобиля, понадобилась помощь спасателей. Точные причины и виновника ДТП сейчас устанавливают следователи. В связи с изменением погодных условий, инспекторы ДПС напоминают водителям и пешеходам быть внимательнее на дорогах. Тех, кто соблюдает правила дорожного движения, поощряют. Павел Баймаков продолжит. Ночью минус, днем плюс. И как итог на дорогах – гололед. Под капризы погоды приходится подстраиваться даже тем, кто за рулем много лет. Ведь на кону безопасность как водителей, так и пешеходов. Водители почувствовали, что лед сошел, снег, и начали чувствовать себя более уверенно на дороге. Приходится, конечно, быть более внимательными. Чтобы весна не вскружила водителям голову, инспекторы ДПС приводят их в чувство. Останавливают для проверки документов и напоминают о правилах безопасности на дороге. Человек, когда едет за рулем, не в силах определить, когда, например, погода меняет свою температуру с минуса на плюс. Естественно, появляется ледяная корка и какую-то определенную модель поведения. Ему нужно, конечно, выбирать, изменять что-то в своем движении. Чтобы профилактическая беседа не испортила весеннего настроения, автолюбителям вручают памятки и небольшие подарки. Это не так часто бывает, но это очень приятно и мило – получить подарок от сотрудников дорожной службы. Приятно, что помнят о водителе, предупреждают, что правила соблюдали, уважали друг друга. Это хорошо. По данным госавтоинспекции, только за первую неделю марта в области произошло порядка 20 ДТП, в которых несколько человек погибли. Инспекторы ДПС напоминают – безопасность в наших руках. Павел Баймаков, Артем Сулайманов. События. Оформить детское пособие, социальные льготы и загранпаспорт ребенку до 14 лет станет проще и быстрее. В Самарском многофункциональном центре появилась новая комплексная услуга рождения ребенка. Оформить документы родители смогут буквально в течение часа. Раньше на это уходили дни, а порой недели. Сэкономить время и сохранить нервы самарцам помогут сотрудники городского многофункционального центра. Более десятка услуг, необходимых при рождении ребенка, теперь можно получить единовременно. Необходимо лишь предоставить минимальный пакет документов. Человек приходит, приносит всего три документа. То есть это паспорт, справка о доходах, свидетельство о семейном положении, то, что человек должен лично показать. И на основании этих документов получается 14 услуг одновременно. Если раньше каждое пособие приходилось оформлять отдельно в разных ведомствах, что занимало несколько дней, то с начала текущего года можно получить весь комплекс услуг в МФЦ. На это потребуется не более часа. Родился ребенок, человек приходит к нам. Мы можем предложить ему оформить сразу несколько пособий. Это единовременное при рождении ребенка, ежеведичное пособие. Параллельно оформить пособия и пенсионные фонды, то есть из НИЛС, налоговую присвоите номер дефекционный. Окно 30. Очень удобно. Рождение ребенка – вторая по счету комплексная услуга Самарского МФЦ. Первая появилась в прошлом году для женщин, меняющих документы после замужества. В планах – комплексная услуга по оформлению недвижимости. Алина Чемерис, Дмитрий Мешканцов. События. Ветеранам Ленинского района Самара вручили почетные медали к 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Героев чествовали в стенах средней школы номер 148. Здесь всегда рады, когда ветераны приходят в гости. Всего в этом году в Самаре юбилейные медали получат более 18 тысяч человек. Холодная и голодная Великая Отечественная война перед каждым поставила свои задачи. Мужчины защищали родину, женщины работали и заботились о детях, которым оставалось только одно – с нетерпением ждать, когда окончится весь этот ужас. Мать меня разбудила, думаю, сынок, говорит, война кончилась. Я скорее побежал к своим друзьям, сообщить вам. И мы все, вот не сговариваясь, прибежали к школе, значит, и там, значит, организовали такой кружок, значит, песни пели, танцевали, радовались, что кончилась война, что мы, значит, наши отцы вернутся домой. В 148-й школе Ленинского района Самара ветеранам всегда почет и уважение. С января 2015-го в юбилейный год Победы ученики всех классов готовят концертные программы и поздравления, учат стихи, песни, устраивают классные часы и чаепитие. О войне эти школьники знают не только из исторических книг, но и из первых уст от ветеранов. После встречи ветеранов, после бесед, да, на классных часах с ними беседуют, что я думаю, что наши дети впитывают патриотизм, тот, который был в годы Великой Отечественной войны, да, и потом гордятся и за наш флаг российский, да, и за ветеранов, и за страну. В Ленинском районе Самары 939 ветеранов Великой Отечественной войны. Среди них и те, кто участвовал в боевых действиях, и те, кто защищал Родину в тылу. Президентскую медаль к 70-летию Победы до 9 мая получат все. Мариана Мирная, Павел Пресняков, События. Тем временем художники готовы поделиться с горожанами весенним настроением, дыхание весны в каждой картине на выставке, которая открылась в фойе кинотеатра художественной. Здесь пейзажи, натюрмурты, цветы. Всего более 30 работ самарской художницы с именем пушкинской героини Татьяны Лариной. Когда твое имя Татьяна Ларина просто невозможно без творчества. Правда, в жизни героини нашего сюжета живопись появилась не сразу. Писать картины Татьяна начала 4 года назад. После тяжелой утраты, когда потеряла сына. Рисовать никогда специально не училась. Все, что пишет, рождается в душе. Словно вопреки случившемуся, как вызов, на картинах торжество жизни, свет и сочные краски. И неважно, в каком жанре выполнены работы, будь то пейзаж или натюрмурт. Эти цветы я начала писать еще той весной. Меня вдохновляло все. Ну, каждый цветочек, который расцветал. Люблю очень яркие цвета, краски. Они как-то радуют. Вот. Ну, все мое настроение – это на картине. Организаторы уверены, выставка Татьяны Лариной обязательно поможет самарцам быстрее ощутить приближение весны. А великолепные работы художницы поднимут настроение и зарядят энергией. Я сама прошла по этой выставке. Мироощущение такое. Идет энергетика чудесная. Такие краски, цветы. Так все замечательно. Поэтому я думаю, что в марте это очень актуально. На улице грязь и слякоть. А в выставочном зале природа уже ожила. И весна наступила во всей красе. Анастасия Михайлова на вернисаж пришла с подругой. Говорит, любоваться картинами приятнее и интереснее, чем проводить свободное время за компьютером или перед телевизором. Мне понравились красивые яркие краски. Как раз таки в сегодняшние вот эти серые будни, в нашу городскую жизнь вносят радость. На открытии гостей ждал сюрприз. Самарские поэты преподнесли свой творческий подарок. Увидеть картины Татьяны и почувствовать дыхание весны горожане смогут до 6 апреля. Алина Чемерес, Дмитрий Мишканцов, События. И к новостям спорта. Чемпионат Поволжья по спортивной борьбе грэплинг прошел в Самаре. Новый вид спорта прописался в регионе всего пару лет назад, но уже стал популярным. С чемпионами грэплинга познакомился Сергей Кизуркин. Более сотни борцов смешанных стилей приехали в Самару разобраться, кто в Поволжье чемпион. Мужчины выясняли отношения в восьми весовых категориях, девушки в одной абсолютной. Самарские спортсмены были основными фаворитами на турнире. Как показал наш чемпионат мира, который прошел в 2014 году, мы привезли три золотых медали. Достаточно, в принципе, мы конкурентоспособны на сегодняшний момент. В грэплинг приходят из разных видов единоборств. Но большего успеха достигают все-таки борцы, потому что ударная техника в грэплинге запрещена. Кирилл Фингарет предпочитает бороться в партере. Козырь бронзового призера первенства мира – болевые и удушающие приемы. Кирилл легко побеждает сверстников среди юниоров, поэтому уже с 16 лет выходит на ковер против мужчин. Что нужно для победы – это упорство, труд и тренировка, тренировка, тренировка. Чемпионы и серебряные призеры по Волжье по грэплингу продолжат борьбу уже на чемпионате страны в конце марта в Москве. Среди счастливчиков есть и самарские спортсмены. По итогам национального первенства сборную ждут в Турции на чемпионате мира. Сергей Кизоркин, Константин Головин. События. И у меня на этом пока все. Телефон редакции 202-11-22. Наш сайт samaragis.ru. Читайте нас в Твиттер, скачивайте приложение и смотрите телеканал SamarGis на экранах смартфонов и планшетов. Всего доброго и до встречи. Здравствуйте. Финансовые новости на телеканале SamarGis. Через два года один евро подешевеет до 85 американских центов. Крах евровалюте предрекает Deutsche Bank. По их мнению, уже к концу этого года европейская валюта будет на одном уровне с американской. Одной из причин ослабления евро, по мнению аналитиков, являются низкие темпы экономического роста валютного блока. Безработица в еврозоне находится на уровне выше, чем в кризис 2008 года и составляет 11,2% по сравнению с США. Там безработица всего 5,5%. Помимо прочего, полностью еще не разрешился долговой кризис в Греции. Наверняка наши банкиры радуются. Но зря. Сначала экономику в России надо привести в порядок и рубль заодно. 15% россиян не исключают задержек зарплаты в течение ближайших месяцев. 5% в течение ближайших недель. А 9% говорят, что зарплату уже задерживают. Таковы данные опроса Левада-центра. Уменьшение заработной платы в ближайшие месяцы ожидают 16% респондентов. В ближайшие недели – 6%. У каждого десятого россиянина зарплата уже сократилась, показал опрос, проведенный 20-23 февраля среди 1600 человек в 134 населенных пунктах 46 регионов России. В Турцию без загранпаспорта. Такое вполне возможно, если верны сведения, поступившие из Анкары. Министерство культуры и туризма Турции положительно расценивает возможный переход на прием российских туристов с внутренними паспортами и считает, что это будет способствовать увеличению турпотока из России в Турцию. Сейчас правительство Турции работает над системой дотации для российских туроператоров. В 2014 году Турцию посетили более 4 миллионов граждан России. Если так пойдет и дальше, то в скором времени Турция наконец-то официально станет всероссийской здравницей. Российский фондовый рынок открылся повышением котировок по отношению к основной торговой сессии среды. Индекс ММВБ прибавил до отметки 1674 пункта. Лидеры роста – акции Мичелла, Распадской, Дикси и Россетей. Среди лидеров падения – бумаги НМТП, Новотека, Норникеля, Уралкалия и Магнита. Позитив на российском рынке происходит на фоне зеленого закрытия европейских площадок, а также роста фьючерсов на черное золото. Фьючерс на индекс S&P растет, на азиатских рынках преобладают покупки и только корейский индекс Коспи снижается. Курс доллара на 12 марта – 62,67 рубля, курс евро – 66,91 рубля. Золото стоит 2335 рублей за грамм, серебро стоит 31,80 рубля за грамм. Цена нефти марки Brent – 58 долларов 21 цент за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах. Здравствуйте, с вами Сергей Кизоркин и значит вы смотрите Самарские новости спорта. Волейболисты ново разошлись с миром с Тюменью, красные крылья не знают побед в единой лиге. Самарские спортсмены взяли 23 медали на чемпионате и первенстве России по плаванию. В северной столице прошли чемпионаты первенства России по плаванию. Среди инвалидов по зрению самарцы завоевали в общей сложности 23 медали. 11 на счету основной команды, 5 серебряных и 6 бронзовых. Юниоры завоевали 12 золотых медалей. Рекорд на счету Ирины Дрокиной. Она 9 раз приплывала на финиш первой. По итогам первенства страны Самарская область впервые в истории заняла третье место в общекомандном зачете, уступив только Москве и Санкт-Петербургу. Красные крылья проиграли восьмой матч подряд, на этот раз рижскому ВЭФу. Не помогли команде набрать турнирные очки и легионеры Каспарс Берзинш и Кервин Бристель. Уже после первой четверти ВЭФ в два раза больше накидал мячей в корзину соперника. К большой паузе очковая разница не изменилась в лучшую сторону для красных. В результате вялой игры крылья потерпели очередное поражение со счетом 87-46 и упали с 12-го места на предпоследнее 15-е в единой лиге. Волейболисты Новы на выезде поделили очки с Тюменью. Первую встречу новокубышевцы выиграли 3-1. Продолжить в том же духе второй поединок волейболисты не смогли. Счет получился зеркальным в пользу Тюмени. После этого тура Новы занимает третью строчку в турнирной таблице. До конца чемпионата клуба осталось сыграть с четырьмя соперниками. Ближайший локомотив из Умрут из Екатеринбурга. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. Редактор субтитров А.Семкин